Приглашаю на эту сцену Катю Решетник и Родану Ренко. Проходите, встречайте. Да, привет. Микрофон мой слышно. Вообще я Решетняк. Сейчас я привыкаю к своему голосу. Мы что-то таким вот... Хорошо. Закончу и сделаю. О, боже, вот это вот название. На самом деле мы хотели пошутить, чтобы это было как-то смешно, креативно, необычно, но так не получилось. Можешь переключить дальше слайд. Пару дней назад мы запускали проект. В общем, это касается бренда. Мы делали макеты, что уместно, что неуместно. Спали буквально пару часов. И в тот момент, когда нам наш пиарщик предложил именно эту тему, мы подумали, вау, класс. Это, наверное, будет смешно. Мы выспались, отошли и поняли, что, блин, это как-то надо просто исправлять. Сейчас важная ремарка. Это единственный мальчик во всем агентстве. То есть все остальные девочки, и он решил, значит, о, это же классно. Да, в общем, на самом деле, следующие 20 минут вы просто будете слышать, как мы будем выкручиваться вот из этого ляпа. Поэтому, ну, в этом есть своя суть, потому что каждое какое-то неаккуратное движение в СММе способно разбить репутацию вашего бренда, какой-то образ, просто вот как яйцо на пол уронить. Мышка бежала, хвостиком махнула, бац, все. И то, что говорили на предыдущем докладе, да, что все, что появилось в интернете, очень сложно убрать. Касательно сути, когда есть проект, у него должна быть своя внутренняя суть. Вы зачем-то это делаете, это что-то важное для вас. Вы вкладываете туда какие-то ценности, да, это следующий слой яичка. Какие ценности вы транслируете внутри команды, какие ценности вы транслируете гостю, когда он приходит. Какой характер заведения у вас, да, он злой, он добрый, он любящий, понимающий, какой он, да. Для всей коммуникации в заведении бренда это должно быть прописано и четко понятно. Какие эмоциональные преимущества, да, что дает бренд, какое настроение, какие рациональные преимущества вы даете. Скидки акций и вся остальная ценовая политика, она идет ниже. И, соответственно, какие атрибуты бренда, да, это то, с чем вас будут ассоциировать. Цвет, образ, герой, персонаж, что угодно, это непосредственно в атрибутах бренда. И какие есть точки касания. Это где гость, где клиент, где потребитель может увидеть вас. Немножко детальнее про точки касания. Их очень много, здесь детальнее чуть-чуть. Соцсети, сайт, если есть, приложение, если есть. Как встречают гостя при входе, это тоже точка касания, которой взаимодействует ваш бренд и вы через свой персонал. Как встречают, какое приветствие. Где видят в медиа, какие статьи о вас, пресс-релизы, что вы публикуете. Как написано меню, с шутками или спокойно. Сарафанное радио, да, это тоже точка контакта. Через неконтролируемых людей могут рассказывать о вашем бренде и, соответственно, как. Доставка, да, и все агрегаторы, которые это тоже коммуникация. И упаковка, и TripAdvisor. То есть все точки контакта важны. Сегодня тема, мы остановимся на первых двух. Хорошо. А теперь краткая подводка, почему SMM это на самом деле важно. Вот немного скучной статистики. Попробую рассказать быстро, но понятно. Так вот, ох уж эти миллениалы, то что одна из самых активных аудиторий ресторанов, вообще заведения общепита, это люди там 25-34 лет. Именно этот сегмент, потому что это более-менее платежеспособный сегмент. В принципе, есть поколение младше, но чаще всего они там пьют пиво или рево на пятом этаже Гулливера или просто заходят там за кофе, руки помыть, неинтересно. Эти люди ведут активный образ жизни, они часто питаются вне дома, они интересуются чем-то новым, чем-то вкусным. О, класс, открылось мексиканское заведение. О, там вьетнамское, появилось льванское, вот что-то такое. Им это интересно. Они кайфуют от этого и постоянно пробуют. Ну и им важно делиться. Им важно делиться этой информацией, поэтому очень много чего они узнают через социальные сети. Давай дальше. Вот маленькая шутка про миллениалов. Был когда-то такой тренд о том, что, о, там миллениалы изобрели что-то новое. Я не знаю, может кто-то знаком. Не общежитие, да, а куливинге. Да, вот оно ходило такое. Вам не смешно? Давай дальше просто. Хорошо. И теперь самое важное, хоть сьют это исследование, кому не лень, на самом деле, может сам посчитать. Вот что тут важно, то, что люди проводят в интернете много времени. То есть оно на карантине еще возросло, потому что времени, в принципе, у людей стало больше, мы работаем. И так получается до 7 часов в день, 2,5 из которых проводятся в соцсетях. Это важно. Вот тут, в принципе, подтверждение исследования, чтобы вы поняли, что мы не сами это придумали. Можете посмотреть, тут разные годы, да. И, собственно, это важно, потому что отвертеться вообще не получится. Социальные сети, они становятся более востребованными, более полезными. Люди чаще на них опираются, и поэтому вам надо с ними что-то делать. Как минимум, вы должны быть в соцсетях. Ну, как максимум, вы должны быть хорошо, но начнем с того, чтобы просто быть. Есть какой-то вообще базовый пакет. Потому что многие люди, что они делают? Они слышат название бренда. О, мне что-то рекомендовали. Класс. А как это выглядит? Раньше люди шли в Google и гуглили в Google. Сейчас вот сложно. Они начинают гуглить бренд или заведение в соцсетях. Это тоже показывает статистика, но я не скажу вам, какой источник. Поэтому, если они не находят вас в соцсетях, допустим, там гуглится какое-то название, там нет или что-то страшное, непонятное, люди просто, вот, как на дивке, и не пойдут. Касательно базового уровня, которое должно быть, да, две с половиной, мы и по названию спорили, да, и примерно по секундам спорили. В среднем 2-3 секунды тратит человек, когда открывает страницу. Может, я тебя перебью? На самом деле, вот мы выбрали это название с яичком, потом целый день, когда нам оставалось подготовить презентацию, буквально почти весь день думали, как из этого вывернуться, и последние два часа перед презентацией мы вообще думали, там, 2 секунды или 3 секунды на принятие решения. Вот сошлись на компромиссе 2,5 секунды. Да, то есть человек открывает, если ему что-то не нравится, непонятно, смущает, вызывает какой-то дискомфорт, он ее просто закроет, и вы уже потратили денежку, да, то есть должна быть базовая история, которая есть. Это актуальная информация, потому что, когда заходим, и мы видим новогодние скидки в мае, такое ощущение, что вы померли, да, не работаете. И дальше о еде, времени работы, доступ к контактам, если хотят забронировать, спросить, и фото, да, то есть это первая шапка, которая должна быть понятная, максимально прозрачная и обновленная. Дальше у нас идут по структуре highlights, должны быть структурированы, должны быть понятны, и хотя бы минимум содержать блюда, напитки, акции, ивенты, гости и команда. Вы можете добавлять еще что-то, что свойственно вам, но это тоже должно быть структурировано. Скролят, да, очень много контента, все происходит очень быстро, и если вы не выделяетесь, то вас просто пролеснут. Тоже фишка про фильтры в СКО, да, то есть один из них, когда все фотографии сливаются в одну кашу, мы не выделяемся, мы не останавливаемся, мы гостю, потребителю не интересны. Хочется детальнее остановиться по поводу вашей фишки. Это может быть стилистика, перенесенная из оффлайна в онлайн, то есть это ваша история. Или отдельная рубрика, которая герой, специфическая какая-то такая ваша, ваша свойственная вам фотографии, или сториз на регулярной основе. То есть если вы что-то делаете регулярно, постоянно гость привыкает, и он зайдет посмотреть, что же там происходит нового, также вы можете показывать команду или коммуницировать свой уникальный мерч. Мерч, да, это всякие там пины, штучки, что брендированное, но не только логотипом, чем-то интересным. Очень часто случается такое, что вот, допустим, я зацеплю предыдущий слайд, там, к примеру, одинаковые фильтры. Очень многие SMM-менеджеры заведения любят вот этот фильтр от VSCO номер 6, и получается, что есть фотография, фотография одного заведения, фотография другого заведения, третьего. То есть это три разных интерьера, но фильтр одинаковый, и поэтому, когда пользователь листает ленту, он видит что-то одинаковое, и поскольку это происходит быстро, то человек просто не разделяет. Это было там одно заведение, второе, третье. У него уже есть одинаковые картинки, допустим. Плюс он заходит на профиль, что-то читает, там чашечка кофе, солнышко, фильтр, подпись о том, что, о боже, какое замечательное утро, там человек жить не хочет, ну, ему становится неинтересно. Поэтому очень важно хотя бы что-то полезное давать. Ладно, хотя бы что-то полезное ты загнул, это уже хорошо, но не совсем что-то банальное. Очень круто, если это что-то полезное, там пост с обновлениями в меню, ну, там, класс, у нас появилось то-то, под новым соусом стоит столько-то, или можно попробовать тогда-то. Это уже даст какую-то полезную информацию. А вас? А можешь переключить, пожалуйста? В принципе, надо писать коротко, потому что нет времени, никому не интересно, там долго, непонятно, не по сути, поэтому тезис, но для этого у нас существует книгопиши «Сокращай». Это одна из лучших инвестиций в обучение. Если что, будут вам отправлять презентацию, вот ссылка реально на покупку. Якобы там скидка сейчас, все хорошо, на правах рекламы. Можем дальше? Да, таргет. Таргет — это отдельная больная тема. Чаще всего в каких-то вот агентствах рекламном мире таргетолог — это всегда отдельный человек. Это просто обязательно. Не всегда у мелкого бизнеса есть такой ресурс, поэтому хотя бы надо ориентироваться, правильно ли ваш сотрудник или менеджер ставит таргет, и как вообще это все отслеживать. Очень важны в таргете сами по себе информеры. Информеры — это рекламные материалы. Есть разные аудитории, там есть мужчины, женщины, не привязываясь к полам просто о гендерах. В общем, разные люди, разные интересы. И кому-то зайдешь что-то, вот кто-то любит сандалии, я сандалии не люблю, я пролистаю, все. Поэтому очень важно запускать рекламу и отслеживать ее. Один из главных показателей в рекламе — это то, что вы запускаете кампанию, и показатели такие, как вовлечение или стоимость клика, они… вовлечение может расти, стоимость клика должна в цене падать. Это показатель, в принципе, правильной рекламы. Это я очень быстро, очень кратко даю совсем базовые, минимальные вещи. И в том случае, если у вас стоимость клика растет, что-то пошло не так, наверное, надо или аудиторию уточнять, или менять visual, он должен быть актуальным. А тут нету одного общего рецепта, чтобы там прошел месяц, все, мне пора менять. Так не работает. СММ, ой, не СММ, а таргет — это одно из самых живых действий, потому что все время надо держать руку на пульсе. Все хорошо, все хорошо, когда пошел сбой, тут же надо смотреть. И это должно происходить постоянно в онлайне, вот так вот. Поэтому это действительно очень важно, но с этим легко справиться. Сейчас куча людей с телефонами. На самом деле я забыла, о чем этот слайд, по-моему, про контент, который пользователи сами генерируют. Да, в общем, мы все время везде с телефонами, даже уйма историй, уйма отметок, уйма фотографий с рестопрактиков. Кто-то отмечает рестопрактики, кто-то нет. Там где-то будет кусочек бейджа, что-то. В общем, эта информация попадет в соцсети. И это тот самый контент, который генерят нам пользователи. Не наш SMM-щик, а то, о чем мы могли подумать заранее, ну или так случилось. И это один большой раздел. Вот UGC, так называется, это User Generated Content. И на него можно повлиять разными способами. У нас кадр может быть брендирован не только логотипом. Не будет гость фотографировать вашу красивую вывеску или то, что размещено на стене. Ваша задача позаботиться о том, чтобы его кадр был аккуратно, ненавязчиво брендирован. Оно может быть брендировано салфетками, упаковкой. Это может быть эксклюзивная посуда, потому что он фотографирует свою еду. И там уже есть ваш логотип. Опять же, мы добиваемся того, чтобы в ленте было понятно, о чем это. Потому что быстро листают. И даже если он очень лояльный, он поставил точку, где он находится, это могут его друзья не заметить. Подача, как она может быть. И опять же, возвращаясь к тому, какой у вас бренд и какой характер, это может быть у вас что-то свое особенное. Чем оригинальнее будете, тем будет проще. А, и вот пример. Это Киевайн. Они забрендировали вот такие большие штуки. То есть все, что можно забрендировать, интересно, надо брендировать. Да, я тут очень хочу добавить о том, что контент есть в плане брендинга. Он просто попадает в кадр, говорил или нет. В общем, контент может быть создан заранее. Это какие-то материалы, вот они просто в кадре. И они просто сами по себе попадают. Это как, ну, что-то неподвижное. Как часть антуража. Да, часть антуража. А есть тот контент, которым пользователь захочет поделиться, потому что это его как-то впечатлило. Там вот какой-то персональный подход. Мы еще можем дополнительно заводиться. Это следующая история, которая не касается продукта, не касается непосредственно блюда или напитка, но чувствует гость себя особенным. Очень яркий пример на этом выходит Starbucks, когда они подписывают стаканчики. Это могут быть открытки к праздникам, это могут быть стикеры, пины. Это можно даже продавать параллельно, то есть нести какой-то дополнительный доход, но оно должно быть, и бренд становится ярче. Ситуативный декор. Это могут быть какие-то инстазоны, опять же, к праздникам. На примере Милкбара народ привыкает. Народ ожидает, что будет какой-то праздник. Они изменят свою вот эту локацию и пойдут фотографироваться, потому что это модненько. И опять же, персональный подход к тому, как вы это все делаете, потому что сделать второй Милкбар уже не так интересно. Оно должно быть в единой стилистике. В общем, тут важно то, что этим персональным подходом вы дарите людям эмоции. У людей есть эти эмоции, они часто хотят их выразить или поделиться ими. Ну вот соцсети — это как пример этих самых эмоций. Вы сделали человеку приятно, он выражает свой восторг в соцсетях. В соцсетях эту информацию видят его подписчики, и даже если они не ваша основная целевая аудитория, то пойдет уже сарафан, и так люди могут о вас узнать. Тут главное не то, что там этот человек продает вас, вот точно кто-то придет к вам через него. Нет, это инфополе, и чем чаще люди слышат о вас, тем больше они начинают вам доверять. Примеры, о которых говорили, то есть вы не мотивируете их дополнительно, вы просто даете уникальные пользовательские опыты. То есть человек что-то сделает, потому что ему просто нравится. Или аккуратно разложенные стикеры в кадре тоже говорят о каком, какое это заведение. Еще примеры. Тут интерьер и стилистика вместе. И эти спички, скорее всего, они заберут с собой. Дальше идет пример, как юзер-дженерейтед контент непосредственно стал вместо меню. Давайте посмотрим видео. Субтитры создавал DimaTorzok into the Instagram menu. By transforming the traditional menu into the Instagram menu. People share pics of our products all the time. We track them by their hashtags, like McDonald's, Big Mac, McFries, Sunday, филеофиш. And shows only the coolest ones. Потом, они были автоматически отправлены к нашему меню, который был связан с Instagram's API. Все это в 30 секунд. Лучше, да? Для нас, это лучшие фотографии наших продуктов, и мы даже не должны попросить людей сделать что-то новое. Мы просто сделали что-то новое, с тем, что люди делали каждый день. Инстаграм-меню. Потому что наш лучший адвитация не сделана профессионалами. Это сделана вы, консумерами. Спасибо за субтитры. Ветерана, выключите. Спасибо. Обратно. Я уверена, что там был очень большой ресерч. Они делали это просто так, чтобы попробовать. Они знают внутри, что эмоции продают. Этот пример не рекомендация делать то же самое сейчас, потому что это механика. Это пример просто попробовать эмоцию, показать ее живым продуктом, потому что от пластиковых брендов, от пластиковых фотографий все уже устали. Все все-таки смирились, что по его чернигевски не надыхая, надо говорить правильно, надо говорить правдиво и показывать живых людей. Можно мне обратно презентацию? Дальше. Это был глобальный Макдональдс. Это Макдональдс в Польше. Что они брали? Они дорисовывали фотографии клиентов и помещали у себя на странице. Да, с разрешением, но так ты становился частичкой чего-то большего. Ты уже был лояльным, а так ты становишься суперлояльным. Бренд мне как клиенту дает что-то экстра. И это очень заботливо, интересно и работает. Да. То, что мы говорили о том, что всем надоела пластиковая информация, вот тут мы самая быстрая, самая умная, самая классная, вообще мы замечательный бренд, просто вот супер. Да нет, это уже никак не воспринимается, поэтому важно быть честными. Мемы – это про определенную честность. Мемы – это всегда про инсайт, про то, что действительно у кого-то болит. То есть оно становится таким популярным просто, потому что оно касается очень многих людей. И поэтому, наверное, наверное, не наверное, вот точно надо пытаться быть честными. Показывает, да, что точно. И такой контент зайдет больше людям, им будет интереснее. Возможно, если это войдет в какой-то ритм, они даже начнут ждать от вас этого больше, больше подписываться, распространяться. В общем, это очень круто заходит, точно знаем, проверяли. Да, помимо инсайтов, помимо того, что смелость, большие бренды уже готовы на это. То есть если большие бренды с большой цепочкой утверждений идут на такое, слышат, нас готовы пробовать, и статистика показывает, то почему нам не попробовать и не быть честными? Поэтому, да, более маленькие бизнесы, компании, где все решается быстрее, точно могут себе это позволить и точно ничего не бояться. Это очень важно. И инфлюенс-маркетинг. Это может быть вообще отдельным докладом минимум минут на 40, но здесь мы его упомянем как в контексте, что это вообще есть. Это взаимодействие с лидерами мнений, и это влияет на вашу узнаваемость, на ваш имидж, на то, как вы доносите ценности, если они у вас есть, если они уже сформированы, ну и соответственно на продаже, потому что люди доверяют людям, и тогда люди приходят к вам. Да, вот как это может происходить? Совсем кратко. Это через рекламу, то есть это на коммерческой основе вы связываетесь с блогером-лидером мнений, спрашиваете сколько, о чем, брифуетесь, если все сходится, выходит реклама. Обязательно. Креативная рассылка – это другой формат, это когда, допустим, вы там запускаете новое меню, ваше меню уникальное, вы взяли комбокджийскую кухню, к примеру, извините, если я что-то не то сказала, я правда не знаю, есть ли такое, но допустим, это сам по себе инфоповод, это что-то уникальное, и там какие-то фирменные напитки, вы формируете какой-то пак, это коробочка, пакетик, что-то интересное, и вы рассылаете это определенным лидерам мнений. То есть вы вкладываетесь в продукцию, в доставку, но вы не платите за рекламу. То есть лидеры мнений, если им нравится, они могут об этом упомянуть, могут не упомянуть. То есть человеку приятно, то, что я говорила раньше, он там получает какую-то эмоцию, он ожидает, не ожидает, он удивлен, и он может этим поделиться со своими там подписчиками. А по бартеру не хочу обидеть никакого лидера мнения, вот вы, допустим, грубо говоря, за еду вы даете человеку еду, он о вас упоминает. Ну, просто пример бартера. Ну и коллаборация, это когда совместно на равных правах есть там лидер мнений или кто-то, или какой-то бренд, и вы совместно с этим брендом идете наравне. Никто никого не рекламирует, вы просто привлекаете каждую свою аудиторию, и вот такой бенефит, у вас в два раза больше аудитории, ну и информация о вас. Это такой краткий перечень как. Да, тут важная ремарка по поводу бартера, что с большими блогерами так не получится, то есть они уже с определенным уровнем, а креативные рассылки тем интересны, что если вы позаботитесь о интересном наполнении этого бокса, который вы вышлете, то он может бесплатно опубликовать. Ну и вот при сотрудничестве, как это оценивать. То есть мы там провели какую-то компанию, особенно если мы решили платить блогеру, он размещает на нас информацию, это надо все как-то оценивать. То есть там к вам приходят люди, вы не знаете, это вообще блогер или не блогер. Ну и после такой компании, если она на коммерческой основе, то блогер должен предоставить вам по ранее говоренным условиям, очень важно, там уровень вовлечения, статистику публикации, или вы можете дать аудитории определенный промокод с именем или фамилией блогера, вы договариваетесь, и люди, которые подписчики, они знают это кодовое слово, они приходят к вам, покупают блюда, что-то, в общем, у вас покупают, а вас сидят или заказывают на сайте, вводят промокод, получают символическую или чуть больше скидку, и так вы точно трекаете, сколько людей пришло от данного конкретного человека. Дальше. Как считать? Мы считаем охват, считаем, сколько заплатили, то есть то, что нельзя никак посчитать эффективность блогеров, это не совсем корректно, то есть то, что Катя говорила по поводу промокодов, еще есть UTM-метки, то есть вы можете зашивать все переходы и считать, сколько от каждого блогера пришло. Важно, что если 3, 4, 5, 10 блогеров вовлечены, не пускайте их в одно время, потому что это выглядит точно как проплаченная история. Они должны быть с перерывом, они должны быть в каждой своей стилистике, и UTM-метки между собой могут показать, кто сработал лучше всего. И вот, например, Lulaja, это предсказательница. Джейми сам делал с ней, мы недавно делали с Watson тоже с ней активность. То есть это не касается напрямую продукта, но оно дает очень интересный контент, который мы можем использовать у нас в сетях, и мы прирастаем в аудиторию очень активно. Например, Dodo Pizza. Мы говорили о сегментации сообщений для информеров, что чем уже мы выберем свою аудиторию, тем больше будет выхлоп. Сделали они похожую штуку. То есть это была персонализированная история для каждого. Если там мамочки, если пары, у каждого было немножко все по-другому, и тогда не было ощущения рекламности, не было ощущения, опять же, пластиковости. И мы получаем контент, мы получаем живые эмоции, максимально натуральные, в зависимости от того, как сработает блогер, но в целом дальше. Продолжая тему людей, это московский, по-моему, кейс. Они очень активно показывают команду, и мы сейчас посмотрим на видео. Привет, ребята! Они показывали команду, они показывали каждого сотрудника, который есть, начиная с шеф-повара, повара абсолютно всех. есть их посты, есть их эмоции, есть их настроение. Презентацию дальше. И это сработало. То есть люди любят людей, люди любят реальные истории, они делились своими эмоциями, они рассказывали о том, как там блюдо пришло в голову. То есть это внутренняя жизнь, это некая закулисья, это некий бэкстейдж. Они позволяют клиентам заглянуть внутрь, что у них происходит. Так выглядели посты. То есть они, помимо того, что рассказывали о себе какие-то интересные факты, коммуницировали продукт аккуратно. И еще сложнее механика по сравнению с тем, которые мы видели. И далее через сторис, да, Burger King спрашивал, и можно было делать заказ. Тоже видео, это последнее. То есть я не говорю о том, что клиенту, вам, как собственникам, важно собрать статистику. Вы понимаете, что у вас хотят, что интересно. Видео мне все-таки можно... Это внутренняя история. Но для клиента вы даете уникальный опыт. Я могу заказать через сторис свою еду. Я ранее такого не встречала. Высо價, глупые, очень удобно. Я думаю, что вы знаете, это смотреть. Герой и Инстаграм, обладает сторис-ортероскоподис. Первое место. Выдавает украинский продукт, можно отправить ихeste thứ-отчет, в случае инстаграм-поле. У-uh, какое-то сразу же время. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это объективно ничего не стоит, но когда мы выходим за рамки того, что у нас есть, получается что-то новое и интересное. Да, это почти гениальный кейс, потому что, как там сказано, ноль инвестиций и вот такой результат по охватам, по всему вовлечению аудитории. То есть мы показываем эти кейсы как возможность вдохновиться, понять, что вообще такое существует и подумать, возможно, как-то так своими силами это можно организовать, а может и нет. В общем, непонятно. Самое главное, что мы хотели сказать, я, наверное, подытожу, Родана добавит, это то, что от соцсетей вообще никак не отвертеться, это уже необходимый минимум. То есть вы там точно должны быть, у вас точно должна быть базовая информация, чтобы люди как-то вас проверяли, смотрели, хотели заходить к вам. А вот такую креативную часть это уже что-то экстра, то есть если у вас ничего нет и вы думаете, ох, блин, как же начать, вы не начнете вот с такого, вы не начнете сразу через заказы, через сториз. Нет, просто там размещать информацию о себе, блюда. Вот я, допустим, люблю, я иду в заведение, мне интересно, я не знаю, первый раз я не понимаю, что мне кушать, как мне кушать, и я начинаю смотреть Инстаграм. Я закажу вот это, возможно, вот оно будет выглядеть так, хорошо, я заказываю, и для меня вот это важно. Для очень многих моих знакомых это точно так же важно. Да, это минимизация стресса, потому что мы живем в Украине, и так стресса хватает. Когда мне приносят то, что я не ожидала или я не представляю, как оно выглядит, да, то лучше позаботиться о своих гостях. Ну и соцсети — это именно забота, поэтому давайте заботиться о гостях, и они точно придут к вам. Если, наверное, это все. Все, спасибо. Спасибо большое. Друзья, у кого есть вопросы? Вопросов больше нет? Последняя лекция, это что, какие вопросы? Какие вопросы уже? Все уже хотят.